В одну сплошную реку центральная дорога Чупунаты превратилась за несколько минут. Таких паводков на берегу Иссыкуля не было последние 30 лет. Тонны грязи и воды обрушились на город после сильного ливня. «Все произошло в мгновение ока. Вода полилась отовсюду. Мы успели только выключить свет и газ и вывести рабочих. Поплыли морозильники с продуктами, стулья, огромные столитровые газовые баллоны. Все продукты теперь непригодны. В туалете застряла наша невестка. Мы долго не могли открыть дверь. Это был стресс для нас». К стихии курортная зона оказалась не готова. В городе, куда каждый год приезжают сотни тысяч туристов, не оказалось ни одной водонасосной помпы. Грязь и воду из отелей, кафе и магазинов люди выгребали тазиками и лопатами. «Смотрите, какой ущерб. Там еще у нас есть магазин. Товар там уже непригоден. Подвал вообще полон воды. А во всей Челконате оказалось нет насосного оборудования. Мы позвали детей и теперь руками собираем эту грязь. Были бы машины специальные, подвалы очистили бы в два счета». Больше всех пострадали те, кто живут в верховьях города. У иссыкульцев с огородов смыло не только урожай, но и скотину. В считанные секунды со двора Урумамаевой вода унесла двух овец. «Затопило все дома. Унесло наши вещи. Я живу одна. Во дворе у нас на привязи стояли два барана. Вышло, их нету. Кошмар. Было немного дров, даже их смыло. Конечно, все можно купить. Но главное, чтобы люди были живы и здоровы». Сообщений о человеческих жертвах во время паводка не было. Материальный ущерб от стихии все еще подсчитывается. Огромных потерь, по мнению местных жителей все же можно было избежать, если бы в городе проложили отводные арыки. «Да проблема существует уже четыре года. Мы писали письма в МЧС, но там каждый раз говорят, что рытье арыков доложено в план следующего года. Последний раз уровень реки, которая затопила город, поднимался до квазаков в 79-м году. Все потому, что река проходит прямо в центре города. Кто теперь компенсирует наши потери, непонятно. Но урон нанесен огромный». Проложить дренажную систему местные власти обещают в следующем году. Хотя меньше чем через месяц в Челпанате пройдут всемирные игры кочевников. А сентябрь, предупреждают чиновники, будет дождливым. Дюбек Бегалей, Василий Матамбеков, Иссыкульская область, Кыргызстан.